И я как-то что-то в Владивосток. Мне кажется, что в этом городе есть что-то загадочное, мистическое и авантюрное. Французская речь, речь любви, нежности и страсти одновременно. Слова актрисы и режиссера Фани Ордан можно не понять, а вот слушать бесконечно, как музыку. На фестиваль Ордан привезла свою режиссерскую работу, к слову, не первую. Фильм «Диван Сталина» вышел в 2016-м, а вот зрителя переносит в советские 50-е. «Сталинская дача», последние годы жизни политического деятеля и неожиданно любовный треугольник. Каждый из нас сталкивается с проблемой власти. Это может быть страх, который выражается в том, что вы боитесь потерять работу, вы боитесь потерять свою любовь, потерять свое влияние и боитесь того, что вы не разделяете идеи политические, которые в данный момент популярны в стране. И какой бы ни был режим, демократический или диктатура, однажды все сталкиваются с тем, что придется противостоять власти. Чтобы знать историю России, актриса прочитала немало книг. Но фильм снимали художественный, недокументальный, поэтому и слепо следовать архивам задачи не было. Как и сделать из Жерара Депардзи точную копию Сталина. Я не согласна с тем, что кино должно отражать какое-то или передавать какое-то послание, потому что самое главное, что должно делать кино, это заставлять нас вместе чувствовать что-то. И у России была очень тяжелая, трагическая, сложная история, но при этом она полна очень интересных событий. Этот фильм не исторический. И обычные люди, я думаю, я уверена, что они смогут понять, что именно я хотела сказать этим фильмом. Россию Фани старалась понять еще в юности. Достоевского и Пушкина читала на каникулах, будучи школьницей, а по воскресеньям бегала слушать русскую оперу. Даже теперь диван Сталина она посвятила Осипу Мандельштаму. Из всего того, что актриса узнала о финальной точке Транссибирской магистрали, Приморскую столицу теперь считает загадочным городом авантюристов. Во-первых, все началось с имени Владивосток. У меня был любимый пес, которого я звала Владивосток. И потом я знала, что это самая далекая точка, которая находится от Парижа. И мне очень нравилось это сочетание Дальнего Востока. Актриса поделилась и секретами из мира кино. Жерара Депарди нежно сравнила со скрипкой Страдивари. Говорит, великий французский актер обожает съемочный процесс и всегда приходит на площадку первым, привносит страсть и энергию, садится на стул и пародирует каждого члена команды. И в театре, и в кино, если вы честны, то тогда нужно передать и любовь, и печаль, и радость. Даже если вы не любите актера, с которым вы в данный момент снимаетесь в фильме, можно вспомнить, какую вы испытали любовь и сыграть ее. Утонченность, мимика, жесты. Кажется, фони каждую минуту, словно перед режиссерской камерой. Но этот блеск в глазах, искренность ответов, застенчивость и яркая улыбка. Сомнений не возникает. Так играть нельзя. Так можно только чувствовать. Ольга Продан, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.